5 февраля 2006 года отошел ко Господу известный российский царец Иоанн Крестьянкин. Обратимся сегодня к его наставлениям. Главное в духовной жизни – вера в промысл Божий и рассуждение с советом. У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть-то в небо. Это ничего, это наука из наук, которую мы проходим. Лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, звездное, небо Божие, не исчезло бы. Почему бы вам не стать пианистом, хирургом, художником? Ответите, надо учиться. А для того, чтобы учить других науки из наук духовной жизни, по-вашему, учиться не надо? И если в фундамент жизни изначально закладывается грех, то ждать доброго плода в таком случае, ох, как сомнительно. Любовь к человечеству – это словесный блуд. Любовь к человеку, конкретному, на нашем жизненном пути Богом данному – вот дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с самим собой, своей ленностью. 70 лет плена не могли не наложить отпечатка на людей. Плен-то миловал, да новая беда на пороге – свобода и вседозволенность всякому злу. Опыт показывает, что пришедшие к престолу от рока служить во спасение не могут, а некоторые опускаются на дно ада беззакониями такими, которые они и до принятия сана не делали. Одни выпускают на компьютере религиозную литературу, а вот другие-то творят безобразие, и, пользуясь одной и той же техникой, одни спасаются, а другие погибают уже здесь, на земле. Обрати все во благо. Нельзя одновременно принимать в себя кровь и тело Господа Иисуса Христа и мочу. Благословения Церкви на лечение мочой не было и нет. Печать Антихриста появится, когда он воцарится и получит власть. И будет один, он будет один-единственный правитель на земле, и не будет других. А сейчас у каждого государства-то свой глава. Поэтому не паникуйте преждевременно. Вы страшитесь сейчас своих грехов. Они открывают и углаживают путь будущему Антихристу. Вот и настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так каждой скорби надо в ножки поклониться и ручку облобозать. Искать надо вовсе не радости, а того, что содействует спасению души и чада мои. С креста, данного Богом, с него-то не сходят, с него снимают. То, что скорбите, это хорошо. Это ведь род молитвы. Вот только ропота не допускайте. В заключении у меня была истинная молитва. И это потому, что каждый день был на краю гибели. Последние верующие будут в очах Божьих больше первых. Больше совершивших немыслимые для нашего времени подвиги. А болезни-то, это все попущение Божие. Споспешествуют благу человека. Они притормаживают наш безумный бег по жизни. И заставляют призадуматься и искать помощи. Как правило, человеческая помощь бессильна. Истощается она быстро. И человек обращается уже к Богу. Надо выполнять предписания возраста. Они даются нам свыше. И противящиеся им, противится Божию, а нас определению. Пособоруйтесь, исповедуйтесь, причаститесь и с Богом отдайте себя врачам. Врачи и лекарства от Бога. И они даны нам в помощь. Миром правит только промысл Божий. В этом спасение верующему человеку. И в этом сила, чтобы перенести земные скорби. А Бог, Он ни с кем не советуется. И отчета никому не дает. Одно несомненно. Все, что Он делает, благо для нас. Одно благо. Одна любовь. Без веры все страшно. И сама жизнь не жизнь. Жизнь сейчас особенно сложна. Знаете ли, почему? Да потому что совсем отошли мы от источника жизни. От Бога-то. Важно не что делать, а как и во имя кого. В этом спасение и есть. Нет препятствий для желающих спасаться во все времена. Ибо желающий ведет по пути спасения сам Спаситель. Если в ваше чувство входит апостольское определение понятия любви, то от счастья будете недалеко. По велению Божию первое и самое важное благословение на создание семьи вы должны оба получить от своих родителей. И мочадах дается сакраментальное знание, граничащее с провидением. Каноны церковные надо знать. Возможная разница в возрасте плюс-минус пять лет больше недопустима. За каждого по воле матери нерожденного младенца, те другие, которых она родит на радость себе, воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной. Если на семейном совете голоса разделяются, то следует принять глаз супруга во главу. К работе надо относиться как к послушанию. И в профессиональном плане быть всегда на должном уровне, а никак не ниже среднего. Учиться ради того, чтобы время убить – вот это грех. Временем-то дорожить надо. А идти в монастырь надо не потому, что семья разрушилась или что-то не сложилось, а потому что сердце горит желанием спасаться трудным путем и безраздельно служить только Богу. У Господа и монашество спасительно, и честной брак похвален, а выбирает каждый человек сам. Но что и то, и другое крестоношение, то это безусловно. С искушениями монаху подобает бороться на месте. На новом месте тот же самый бес ополчится на вас с удвоенной силой по праву, ибо он однажды уже одержал над вами победу, изгнав с места брани. Тех старцев, которых ищете вы, нынче нет, потому что нет послушников, но только одни совопросники. Духовник отступает, когда не принимает Божьего с первого раза, а дальше и вовсе замолкает. Думать за тебя во всем и вести тебя, как слепого за руку, но не вижу никакого смысла и пользы. Ты станешь расслабленным. Чады мои, ходите в церковь, исповедуйтесь, спрашивайте о волнующих вас вопросах у многих, и только когда поймете, что из многих один, самый близкий душе вашей, будете обращаться только к нему. Служителю церкви нужна спутница-помощница, а не помеха. Священнику лицедействовать не подобает, это для него грех тяжкий. Святейший патриарх Алексий I, он рукополагал меня, сказал, все, что в требнике написано, выполняй, а все, что за сим находит, терпи, вот так и спасешься. Если бы христианство наслаждалось кулаком, то его давно не было бы и на земле. Другим говорить о Боге, когда у них еще нет склонности слышать о нем, не надо. Вы спровоцируете их на богохульство. Вера придет к супругу в ответ на ваши труды и мудрое поведение с ним во всем. Не будем льстить себя мыслью, что мы можем быть справедливее Господа, но послушаем Его велений, данных нам святыми апостолами, святыми отцами, и это послушание будет и нам спасительно, и близким полезно. «Бойтесь отпасть от Матери Церкви, только она одна и сдерживает лаву антихристианского разгула в мире теперь». Архимандрит Иоанн Крестьянкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok